Порядка тысячи трудовых договоров в Казахстане подписали онлайн. Скрепить взаимоотношения сотрудника и работодателя таким способом можно с октября прошлого года. Какие еще процедуры облегчили для жителей страны с начала 2024-го и как их получить, расскажем в этом выпуске. В эфире программа «Право знать» и я ее ведущий Даниэр Даутов. Здравствуйте. К 100% к 2025 году должны довести уровень автоматизации государственных услуг в Казахстане, что уже стало доступно с начала этого года. Казахстанцы могут онлайн подать заявку на прием документов в колледже. Услуга доступна на портале электронного правительства. Никаких очередей и потери времени. Чтобы отправить документы в учебное заведение абитуриенту, нужный компьютер и интернет. Пользователю нужно авторизоваться на портале ИГОФ, перейти в раздел «Образование», выбрать категорию колледжей, заполнить все необходимые поля, загрузить файлы и подписать услугу с помощью ЭЦП. Теперь при подаче услуги пользователи могут выбрать язык обучения и регион, в котором они планируют обучаться. Кроме того, у пользователей появилась возможность отслеживать статус заявки и отозвать ее в случае необходимости. Все сведения передаются путем интеграционного взаимодействия с сервисами Национальной образовательной базы данных Министерства просвещения. С появлением такой возможности казахстанские абитуриенты получили ряд преимуществ. Удобство и доступность. Заявку можно отправить в любое время, не выходя из дома. Это особенно важно для тех, кто живет в отдаленных районах. Экономия времени и средств. Цифровизация упрощает процесс, делая его менее затратным и более эффективным. Прозрачность и контроль. Онлайн-система позволяет абитуриентам отслеживать статус своих заявок в режиме реального времени. Это помогает избежать потери документов и дает возможность своевременно узнать о любых изменениях в статусе заявки. Снижение бюрократии. Переход на онлайн-систему подачи документов позволяет уменьшить количество бумажной работы и бюрократических процедур. Те же плюсы несет в себе и услуга по подписанию трудовых договоров. Сервис доступен в мобильном приложении EGovMobile для зарегистрированных на портале Yenbeek.kz-организаций. Трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со своих смартфонов. Работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале Yenbeek.kz. Далее отправляется пуш-уведомление в мобильное приложение EGovMobile работнику. После подписания с двух сторон они идентифицируют ее с помощью биометрии и подписывают ее через электронную цифровую подпись. С начала этого года на портале электронного правительства запустили следующие услуги. Признание документов об образовании, прикрепление к поликлиникам для кондасов и нерезидентов страны, подача документов для поступления в колледж, услуги для военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил. Что касается мобильного приложения EGovMobile, на текущий год были запущены новые услуги. Это подписание трудового договора онлайн, далее запустили обновленную версию справку о несудимости и также были запущены услуги Министерства обороны. Персонал вооруженных сил Казахстана может встать в очередь на жилье и заключить договор найма служебного жилья. Также команда национальных информационных технологий официально запустила приложение для представителей малого и среднего бизнеса EGovBusiness, с помощью которого предприниматели смогут пользоваться государственными услугами и сервисами. В целом, с внедрением и модификацией электронных услуг, как на портале электронного правительства, так и в мобильном приложении, работа ведется совместно с государственными органами. На портале электронного правительства автоматизировано более 90% услуг. Несмотря на высокий уровень цифровизации, многие казахстанцы продолжают обращаться за ними в Центры обслуживания населения. Большое внимание разработчики уделяют развитию приложения EGovMobile. Мы стараемся делать использование наших сервисов доступным и легким. В связи с этим команда постоянно мониторит и обрабатывает обратную связь от пользователей наших продуктов. Каждый пользователь может обратиться с комментарием о работе наших сервисов и услуг через номер 1414. Цифра все больше входит в нашу жизнь, делая ее более мобильной и удобной. Отмечу, что на портале электронного правительства и в приложении зарегистрировано более 14 миллионов граждан. Из них почти полтора миллиона казахстанцев стали пользоваться данными сервисами в этом году. Цель на следующий год – довести уровень цифровизации государственных услуг к 100%. С вами была программа «Право знать». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова